ПОСЛАНИЕ ИУДЫ И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОПОВЕДЕЙ НА НЕГО У НАС ВТОРОЙ АБЗАЦ ЭТО ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТОЙ СТИХИ ПОСЛАНИЕ ИУДЫ Первое, что мы должны сделать, это составить синтаксическую схему Я вам горячо рекомендую сделать это самостоятельно, если вы еще этого не сделали Остановите воспроизведение и составьте схему И только потом можно будет запустить воспроизведение и проверить себя Итак, текст в синодальном переводе звучит так Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении Я почел за нужное написать вам увещание Подвязаться за веру, однажды преданную святым Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению Нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству Отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа Посмотрите этот же текст в переводе епископа Кассиана Возлюбленные, имея всяческое усердие писать вам об общем спасении Я почел за нужное написать вам увещание Подвязаться за веру, раз навсегда преданную святым Ибо вкрались некоторые люди, издавна предназначенные на этот суд Нечестивые, превращающие благодать Бога нашего в распутство И отвергающие единого владыку и Господа нашего Иисуса Христа Ну и, наконец, можете обратиться к подстрочнику Любимые, всякое усердие делающие писать вам об общем нашем спасении Необходимость я возымел написать вам просящий Ну, то есть прося здесь в данном случае причастие В функции идеи причастия Прося бороться за однажды преданную святым веру Проникли ведь некоторые люди, давно предписанные на этот приговор Нечестивые Какие еще они? Бога нашего благодать, обращающие в распущенность Единого владыку и Господа нашего Иисуса Христа Отрицающие Давайте попробуем составить синтаксическую схему По нашему с вами синодальному переводу На всякий случай сделаем так Будем делать то так, то сяк Но будем учитывать информацию, взятую и из других переводов Итак, возлюбленные Это обращение По-русски оно здесь передано причастием Однако мы видим, что на самом деле это прилагательное Любимые Ну, не такое уж большое это расхождение Давайте напишем как причастие Возлюбленные Это обращение Оно сверху от основных предложений И чуть правее Подлежащее в третьем стихе Я Почел за нужное Это такое логически неделимое словосочетание Почел за нужное Написать Составное глагольное сказуемое Я почел за нужное Написать Кому? Вам А написать что? Написать увещание Какое увещание? Здесь У нас будет Несогласованное определение Выраженное инфинитивом Подвязаться Подвязаться за веру Какую веру Преданную святым Кому Дательный падеж Без предлога Дея пользы Святым На одной линии За веру За веру Значит Преданную святым Однажды Можете здесь Подставить себе Раз навсегда Раз и навсегда Дело в том что Вот русское наречие Однажды Нами Чаще всего Воспринимается Как стихотворение Некрасова Однажды В студенную Зимнюю пору Дескать Ну когда-то В прошлом Нет Однажды Это в смысле Ну один раз Она была передана И навсегда Аорисная форма Глагола Преданную Причастие Преданную Собственно Указывает нам На это На завершенность Действия Итак Увещание Я вам написал Но Все это Случилось Несмотря на то Что я имел усердие Раньше писать Об общем спасении Вот здесь Диепричастный Оборот Имея Усердие Имея Что? Прямое дополнение Усердие Усердие Все А какое усердие? Писать вам О спасении Опять же Опять же Определение Несогласованное Выраженное Инфинитивом Писать Вам О Спасении Общим Общим Вот уже Глядя на этот Диепричастный Оборот Вы можете Понять Что в начале Иуда Хотел Вот это Написать А в результате У него Написалось Вот это То есть Планы Иуды Несколько Изменились Он Объясняет Почему Ибо Вкрались Некоторые Люди Издревле Предназначенные К сему Осуждению Нечестивые Обращающие Благодать Бога Нашего Повода К распутству Отвергающиеся Единого Владыки Бога И Господа Нашего Иисуса Христа Посмотрите Братья Здесь Подлежащие Люди А сказуемые Вкрались Люди Вкрались И вот здесь Мы Закрасим Наш Пунктир Потому что Это одно Предложение Люди Вкрались И дальше Идет Характеристика Этих Людей Во-первых Они Некоторые Некоторые Во-вторых Они Предназначенные К сему Осуждению Это Причастие Предназначенные К Осуждению К К Сему Еще какие они Нечестивые 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 Дальше Опять Идет Причастие Обращающие Обращающие Что? Обращающие Благодать 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 Бога Нашего Обращающие Во что Они обращают Благодать В распутство Даже в синодальном Тексте Повод К Взят В скобки Ну просто В распутство И Отвергающие И Еще одно Причастие Отвергающие Ся Родительный Подеж Нет Отрицания Нет Указания На Чистительность Объекта Поэтому Это Косвенное Дополнение Владыки Интересно Что По-гречески Здесь Тоже Есть Некоторое У нас Несоответствие С синодальным Текстом И мы Пожалуй Его Сразу Здесь Обозначим Смотрите В Подстрочник Единого Владыку И Господа Иисуса Христа Слово Бога Там нет Отвергающиеся Владыки И Господа Иисуса Христа Вот здесь Иисус Христос Это Обобщающее Слово И дальше Вилка Владыки И Господа И вот Тут еще Должно быть Слово Единого Но у нас Оно не помещается На доске Надеюсь Вы Самостоятельно Его Напишите Итак У нас Вот Появилась Такая Синтаксическая Схема Давайте Сделаем То Отметим На этой схеме То Что у нас Не учтено Мы уже Сказали Про однажды Мы уже Про эту Текстологическую Трудность Поговорили Ну и еще Пожалуй Вот это Слово Издревле Мне очень Не нравится Складывается Ощущение Что Предназначение К погибели Произошло Чуть ли не От основания Мира Ничего Подобного Здесь Не говорится Здесь Говорится Просто Что Они уже Давно Ну а Давно Это может быть 10 лет Назад Кто же знает Да и Предназначенные Это опять же Не означает Что они Предназначены К осуждению От создания Мира То есть Давно Раньше Были вот Уже Назначены То есть Уже Давно Осуждены Скажем Так Это просто Люди Не новички В лжеучительстве Не нужно Поддерживать Тут Гиперкальвинистскую Мысль О двойном Предопределении Текст В общем-то Довольно Нейтральный Он об этом Не говорит Итак Я почел За нужное Написать Вам увещание Подвязаться За веру Однажды Преданную Святым Посмотрите Здесь Явно У нас Есть Как бы Тоже Три Части Они Видны Невооруженным Глазом Значит Есть Некие Обстоятельства При которых Было написано Это послание Я думаю Что Вот Возлюбленный Тоже В это Обстоятельство Можно Включить Потому что Все это Характеризует Иуду Иуда Характеризует Иуду Пишущего Дальше Есть Собственно Некая Обязанность Возложенная На нас Обязанность Это состоит В том Чтобы мы Подвязались Лексический Анализ Покажет Вам Это же Сложное Слово Непонятное Что это Значит Сражаться Военный Термин Или Бежать На длинную Дистанцию Такой Термин Спортивный В любом Случае Он означает Ну что-то Очень Усердно Делать Дальше Лексический Анализ Слова Вера Еще Вам Пригодится Здесь Дело в том Что вера Может означать Несколько Вещей В смысле Доверие Ну то есть Как бы Упование Какое-то И Совокупность Верований Совокупность Догматов Скорее всего Иуда Здесь Употребляет Слово Вера Во втором Значении Потому что Вера Не в смысле Упование Было предано Святым А в смысле Некого Некого Сборника Вероучения Сборника Догматов Это Верование Догматика Ну Раз и навсегда Это мы уже Подчеркнули Так Ну и Наконец У нас есть Третья Часть Явно Распадающиеся На Множество Подпунктов Люди Вкрались И вот Их Тут Очень легко Посчитать Их качество Прямо Таки Их Их Пять Этих Качеств Это Причина Почему Собственно Вот это Вот Все Произошло Почему Изменилась Задача Первоначальная Почему Почему Надо Сражаться За веру Да Потому Что Вот Это Вот Происходит Потому Что Люди Вкрались Это Видно Прямо Таки На Схеме Поэтому Обладая Всей полнотой Вот Этой Информации Мы С вами Можем Попробовать Сформулировать Посылку Попытайтесь Это Сделать Вначале Самостоятельно В качестве Своей Посылки Я Предлагаю Вам Следующую Мысль Бог Заботится О безопасности Своей Церкви Ну Или Его Церкви Дело В том Что Вот Здесь Вот Явно Выражена Божья Забота О безопасности Бог Явно Вмешивается В планы Иуды Мы Можем Это Сформулировать Из Чего Из Содержания Вот Этого Глагола Почел Занужное Буквально Если Вы помните В подстрочнике Написано Возымел Необходимость Это Очень Сильный Глагол Возымел Возымел Необходимость Это значит Ты не можешь Это Не сделать У вас Иногда Бывают Такие Ситуации Бывало Что очень Хочется Поспать И вот Ты лег Уже Хочешь Спать Засыпаешь И вдруг Возымел Какую-то Необходимость Надо Срочно Ее Так сказать Реализовать Нельзя Никому Ее Перепоручить Приходится Вставать Идти В туалет И реализовывать Эту необходимость Невозможно Возымел Необходимость Хотел Спать Но Пришлось Делать Что-то Другое Так же И здесь Я хотел Писать Вам Об Общем Спасении Но Вдруг Так Получилось Что-то Во мне Произошло Я написал Вам Конечно Вот это Тоже Бог Призывает Нас Делать Ну И Предупреждает Нас Господь Через Иуду О Вот Такой Опасности Итак Посылка Бог Заботится О Безопасности Своей Церкви В чем Выражается Эта Забота Вопросительное Предложение Иуда Сообщает Нам О Трех Составляющих Божьей Заботы О Нас Здесь Три Составляющих В любом Случае Числительное Кстати Никогда Не поздно Поменять Если Вдруг Что-то Еще Обнаружится Дополнительное Первый Пункт Во-первых Божья Забота Состоит В том Что Он Побуждает Служителей Заботиться О Церкви В переходном Предложении Я выбрал В качестве Ключевого Слово Составляющие Поэтому Формулирую Каждую Пункт При помощи Числительных Потому что Это и есть Собственно Составляющая Или слагаемая Я думаю Слушателям Будет понятно Во-первых Божья Забота Состоит В том Что Он Побуждает Служителей Заботиться О Церкви И вот Вся информация Которая Содержится В этом Блоке Здесь Будет Выражено В подпунктах Бог Меняет Планы Служителей Да Так Часто Бывает Для того Чтобы Позаботиться О Церкви Бог Вмешивается Мы об этом Уже Сказали Иуда Хотел Одно А Бог Вмешался И получилось Совсем Другое Дальше Бог Побуждает Служителей Увещевать Церковь Вот оно Наше Увещание Так Вот Это у нас Первый Подпункт Это Второй Дальше Бог Дает Усердие Вот Это у нас Третий Подпункт И Кстати Интересно Я бы Даже Четвертый Подпункт Сюда Добавил Вот Это Вот Бог Дает Любовь Служителям К членам Церкви Итак Второй Пункт Формулируем Его Так Во-вторых Божья Забота Состоит В том Что Он Возлагает На нас Определенные Обязанности Вот Они Наши Обязанности Желтым Цветом Мы Их Выделили Давайте Подпункты Обозначим Сражаться За Верование Вот Это Наш Первый Подпункт Сражаться За Верование Вот Тут Надо Вам Будет Объяснить Что Под Словом Вера Подразумевается Не Доверие Богу Не Какое-то Упование А Именно Совокупность Верований Дальше Хранить Верование В Неизменном Виде Вот Это Второй Наш Подпункт Вера Однажды То есть Раз и Навсегда Передана Святым Аористная Форма Глагола Подразумевает Что Вот Эта Совокупность Верований Уже Целиком И Полностью Передана Если я кому-то из вас Должен Тысячу Рублей А Отдал Восемьсот Про меня Нельзя сказать Что Долг Передан Вам А если Я отдал Тысячу Вот тогда Можно Употребить Ко мне Аористную Форму Глагола Долг Передан Моему Доброму Другу Вот Здесь Иуда Употребляет Эту же Конструкцию Вся Совокупность Верований Уже Передана Святым Поэтому Нам Необходимо Хранить Эти верования В неизменном Виде На мой взгляд Больше Подпунктов Тут и нет Третий Пункт В третьих Божья Забота Состоит В том Что Он Сообщает Нам О грозящей Опасности От Лжеучителей Вот Собственно У нас Какая Опасность Я бы Даже В качестве Первого Вот это Вот Поставил Они Ведь Вкрались Они Хитростью Проникают В церкви Дальше Они Уже Давно Осуждены Слово Некоторые Честно говоря Я не знаю Как превратить В подпункт Но Можете Сказать Уже Даже Не оформляет В подпункт Что Ну Не все Кто в церковь Приходит Извини Не все Лжеучителя Вот и все Это Вряд ли Нужно В отдельный Подпункт Но Информация Есть О ней Можно Сказать Они Уже Давно Осуждены Вот Это Вот Второй Подпункт Не От Создания Мира Ну То есть Они Уже Не Новички Скажем Так В своем Уже Учительстве И Поэтому Осуждение Уже Давно Свершилось Дальше Они Нечестивые Кощунники Все Это Происходит Из Лексического Анализа Слова Кощунники Далее Они Грешат Думая Остаться Безнаказанными Что значит Обращающие Благодать В распутство То есть Они Фактически Учат У Бога Есть такая Работа Прощать Нас То есть Он нам Дает Благодать Поэтому Можно Грешить И Будем Грешить Бог Все равно Обязан Простить Нас Дадим Богу Больше Работы Загрузим Его Работой По Благодати Обращающие Благодать В распутство Ну и Наконец Пятое Что о них Можно сказать Они Не Подчиняются Владычеству Христа Они Отвергаются Иисуса Христа Как Владыки И Господа Здесь Стоит Греческое Слово Диспотос И Кюриус То есть Он Владыка И Господь При помощи Двух Синонимов Иуда Подчеркивает Власть Христа А они Эту Власть Не Признают То есть Ну Христос Для них Какой-нибудь Необязательный Образец Для подражания Неплохой Парень Но Подчиняться Христу Извините Увольте Меня Пожалуйста Говорят Они И Это Конечно Очень Очень Опасно И В чем Состоит Здесь Божья Забота Бог Предупреждает О такой Опасности Кто Предупрежден Тот Вооружен Вот Братья Мои У вас Получился Приблизительный Конспект Вернее План Конспекта Эдакий Скелет Второй проповеди На послание Иуды Пожалуйста Превратите Этот план Позже Когда Вы Ознакомитесь Со Следующей Информацией В наших Лекциях Превратите Его В полноценную Проповедь Но Скелет У вас Уже Есть Я думаю Что Это Тоже Проповедь Минут На 40 Хотя Казалось Бы Два Стиха Чего Уж Тут Проповедуют Но Информации Как Видите Много И Надеюсь Вы Уже Увидели Каким Образом Синтаксическая Схема Помогает Вам Увидеть Гомелитический План Страдания Ваши Были Не Напрасны Вы Овладели Мастерством Видеть Главные Второстепенные Члены Предложения Видеть Связи Слов В Предложениях И Можете Составить Хороший План Ну А мы Пойдем С вами Дальше Продолжение следует